Продолжается интернет-голосование за лучшую социальную инициативу премии губернатора Наши Подмосковья. Оно проходит на сайте проекта. В этом году подано почти 20 тысяч заявок, порядка двух тысяч от люберчан. Мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. Дача композитора Глиера в Малаховке – это и частный музей, и открытая площадка, где проходят творческие встречи, концерты, лекции, литературные вечера. Авторы этого проекта – потомки известного музыканта. Это дачный дом композитора Рингольда Глиера в Малаховке. В начале 20 века, как и многие из московской интеллигенции, он приезжал в эти места для творческих встреч. В то время композитор работал над прославившим его на весь мир балетом «Красный маг» на либрето Михаила Курилка. Теперь внучка Рингольда Глиера тоже известный музыкант, вспоминает те дни. Ходили Курилка, вот как раз это время было, когда он сочинял этот балет. Вот тут и, я даже не помню, по-моему, тут даже пианино мы какой-то туда ввозили, брали на парокат. Ну, чтобы, в общем, хотя дедушка сказал, что мне пианино не нужен, он писал всё просто, вот сразу так. Я не умею так писать. Сегодня дом известного композитора сохраняют потомки. В этом году в его стенах открылся музей. У нас сохранилось очень много памятных материалов, фотографий, афиш, нот, каких-то предметов, которыми пользовался композитор Леер, которые вот хочется показать и дать возможность посетителям приобщиться и поучаствовать в культурной жизни в Маловке. В интерьерах 20 века тут оживает история творчества основателя советского балета. А в пожелтевших письмах нелёгкая, как и у всех, кто пережил войну, судьба его семьи. Дорогой Гольдик, вчера не удалось отправить письма. Очень просим поскорее к нам приехать. Это в эвакуацию. Неужели Большой театр ничего не даст вперёд? Это имеет деньги, наверное. За мадемуазель Фи-Фи. Романс для скрипки и фортепиано – одно из самых узнаваемых глиеровских произведений. Исполняют друзья семьи именитые музыканты. Такие выступления здесь не редкость. Сделать дачу в Малаховке открытым культурным пространством – одна из целей глиеров. Среди крупных мероприятий, которые уже состоялись – торжественное открытие дачи-музея, вечер памяти Ринкольда Глиера, а также встречи с поэтами, музыкальными исполнителями и артистами балета. Каждое мероприятие в семье глиеров завершается чаепитием из фамильного самовара. За столом собираются гости, творческая интеллигенция, идёт светская беседа. Кажется, в этой семье не только сохраняют культурное наследие нашей страны, но и возрождают знаменитые малаховские посиделки. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok